Привет! Прошлым летом я делала для своей дочери кресло, поэтому сейчас, когда встал вопрос обновления детской кроватки, я ее тоже решила сделать сама. Сама в первую очередь ради того, чтобы у нас была кроватка, четко подходящая под необходимые размеры и в целом под нашу спальню. Мы долго думали, какой формат кровати выбрать. Знаю, что сейчас довольно распространен Монте-Сори вариант, когда это условно просто матрас на полу, чтобы ребенку было удобно самостоятельно залезать и слезать с кроватки, но Василиса уже переросла этот уровень, и ей нужно что-то повыше, но все равно низенькое. Было бы практично иметь ящики под кроватью, у меня так было в детстве и до недавних пор на даче, но вот эти клубы пыли, которые скапливаются за ящиками, сейчас мне этого не хотелось. У меня аллергия на пыль, поэтому мне нужен был пылесос с современным фильтром и функцией влажной уборки. Поэтому сейчас для дома я выбрала Волмер Д-707. У пылесоса аж 6 насадок для любого типа уборки. Можно пылесосить любые твердые поверхности и ковры, залезать в каждый уголок и под шкаф, делать влажную уборку и собирать шерсть домашних животных. С контейнером для воды можно пылесосить и сразу же протирать пол от сильных загрязнений. Этот пылесос один из самых мощных среди вертикалок. Его мощность всасывания 190 ватт, а значит он соберет даже землю с пола, если вы вдруг случайно уронили горшок с цветком. У пылесоса два режима. Обычный на каждый день и турбо для максимального очищения. Внутри у пылесоса современный хипофильтр 13 класса. Он легко моется и удерживает все вредные частички от попадания в воздух. И нет этого типичного пылесосного запаха. А еще у Волмер Д-707 съемный аккумулятор. Не нужно думать, куда поставить пылесос на зарядку. Можно сразу его убрать с глаз, а батарею поставить заряжать куда угодно. Зарядки хватает на 35 минут работы. На нашу квартирку в самый раз. Если площадь уборки большая, можно взять дополнительный аккумулятор. Если первый сел, меняем на второй и продолжаем. Пылесос легкий, весит чуть больше 2 кг и его удобно держать одной рукой. А опустошить контейнер можно одним нажатием. Щетки плавно двигаются в разные стороны, а подсветка покажет, где еще нужно пройтись пылесосом. Купить такой пылесос можно на официальном сайте. А с моим промокодом Маши Риша для вас будет действовать скидка 5%. Переходите по ссылке в описании. Я рассматривала варианты мягкой обивки, чтобы это было что-то вроде облачков. Мне очень понравились вот эти кроватки. Но они гармонично смотрятся в своих пропорциях. А у Василиса будет кроватка узкая, 60 на 140. Позже объясню почему. Еще был вот такой милый вариант, но это тоже не для узкой кроватки. В общем, я продумала, какой хотела бы видеть кроватку. Сделала все расчеты, сразу заодно подбирая материалы, чтобы не ошибиться в количестве. Правда, случайно заказала что-то лишнее. Я не очень помню для чего, но... Но на даче такое лишним не бывает. А еще меня чуть не прибила упавшая от ветра фанера. Перечерчиваю на фанеру свои облака по клеточкам. Облака, они как крылья. Чуть иначе линию проведешь, уже совершенно иной вид. Сравнение с крыльями это отсылка вот к этому видео. Там я тоже столкнулась с тем, что чуть меняешь линию и уже абсолютно другая форма. Я очень трепетно вырисовывала облака в блокноте по точкам, и теперь мне было несложно перенести их на большой формат. Как в детстве перерисовывала по клеточкам, только тут с увеличением масштаба. А дальше это нужно вырезать. Вспоминала, как мучилась с листом фанеры у кресла, и радовалась, что тут вместо верстака у меня лавочка. Но на самом деле рано радовалась. Работать в таком положении было очень неудобно по итогу, и я уже заскучала по тому верстаку. А пока работала там, где была возможность. Вообще просто такая елочка. Но все оказалось не так страшно. Это был черновой рез, и лист фанеры очень трясло из-за ее размера. Поэтому и такой результат. Дальше все было в разы аккуратнее. Ну а я правильно сделала, что сначала отпилила небольшие фрагменты. Дальше начинаю выпиливать уже сами облака. Мне очень нравится этот процесс, но сложность в том, что лист нужно бесконечно просто количество раз переставлять, чтобы было удобно пилить, и фанера не сильно тряслась. Тут остались некоторые неровности, неидеальности этих округлых форм. И чтобы не забивать лишнее такую волосню лобзиком, я это уберу болгаркой. Болгарка быстро с аппетитом съедает лишнее, придавая облакам очень ровную форму. Так, хорошо, что я еще не вырезала вот эту деталь, потому что что-то тут не состыковочка. Я думаю, я могу просто перерисовать немножко, уже чисто визуально опираясь на эту деталь. Оказалось, что я немного запуталась в своих разметках, но хорошо, что я вовремя все проверила. Вообще, мне кажется, тут я по 10 раз просто все перепроверяла, потому что я никогда еще не подходила к работе с такой ответственностью. Например, кресло Василисе я делала по фану. Оно стоит на даче, его, если что, можно было бы вообще не использовать или не доделывать. А тут это кровать, на которой она будет спать каждую ночь и днем. Сильно меня тут занесло. Но в то же время для поролона же нужно дополнительное место. Поэтому я, наверное, сейчас сделаю пропил так, чтобы был зазор. Ну, то есть, вот здесь вот еще подсниму, чтобы был ровный зазор, одинаковый по форме. Ну, вот так вот уже лучше. И сейчас еще немножко вот тут подсниму. И как раз будет зазор, потому что пролон же все-таки 2 см. И 2 см будет здесь. Ну, подмятый, ну, то есть сантиметр. Плюс еще здесь. Поэтому должно быть нормально. Фанера, хоть и изначально у меня довольно хорошо шлифованная, хоть я и сглаживала все болгаркой, все равно были места, которые нужно было подстереть шлифовашкой. Она убирает меньше материала, чем болгарка, поэтому ей можно спокойно шлифовать и не бояться, что случайно изменится форма. Облака готовы, перехожу к рейкам и доскам. Размечаю, и теперь их нужно распилить. У меня этой весной новое приобретение, о котором я мечтала еще прошлым летом. Ну, тут, конечно, коробка уже пустая, так бы я ее не удержала. Это торцовочная пила с протяжкой. То есть она делает вот так еще плюс. 6 лет назад я по незнанию брала ножовку по металлу для дерева. А теперь испытываю восторг от огромной пилы. Я по прошлому лету поняла, какие потребности у меня есть, потому что планов очень много. И поэтому мы сразу взяли пилу, которая и наклоняется вот так, и еще вот так крутится. Вот так она делает, и получается идеальный уголок. Я уже очень хочу ей пилить все, что запланировала, хотя поначалу я ее побаивалась. Эта пила называется Вихрь, и это очень говорящее название. Распиливаю все, что нужно. Особый шок у меня был, когда мы распилили 10 ламелей за один раз. Это так экономит время работы. Срезы очень ровные по сравнению с тем, как я пилила до этого, но в некоторых местах все равно есть заусенцы, так что убираю их шлифовкой. На всю эту деревообработку ушел ровно день. И дальше мы вернулись домой, потому что всю остальную работу можно было делать уже в комнате. Облака я планировала обивать, поэтому купила поролон толщиной 2 см. Мне показалось, это и не много, и не мало. Раскладываю на нем облака. Я очень старалась сделать так, чтобы все детали поместились. И все облака поместились, полностью заполнив поролон. А мне он нужен был еще на ту часть бортика, где нет облаков, поэтому пришлось покупать еще. По моей схеме облака должны были крепиться к бортику, к доскам, так что в этом месте поролон не нужен. Над бортом еще есть 5 см, который должен занимать матрас, который будет вот так располагаться на этом уровне. Чтобы не запачкать клеем эту часть, заклеиваю ее малярным скотчем. Клей для поролона у меня остался от кресла. Вот такой в баллончике. Правда, Честер сказал Вячеславу, что клей в баллончике это не очень. А спрей-клей. Но мне на данный момент было удобнее всего именно им пользоваться. Так что наношу его на фанеру, чуть жду и приклеиваю это к поролону. Правда, клеем у меня быстро закончился, его хватило всего на 3 детали, и мне пришлось ждать новый. А я продолжила работу с этими облаками. В кресле я по итогу не использовала купленный синтепон. И что теперь с этим делать? Я без понятия. А из ваших комментариев узнала, что он нужен в первую очередь для того, чтобы поролон не истирался тканью. Плюс, в этот раз, в отличие от кресла, у меня была ткань в разы тоньше, поэтому синтепон нужен был еще и для того, чтобы сгладить любые неровности. Так много я его тогда купила? Вырезаю по форме с запасом. Изначально я рассматривала вариант сделать облака разных оттенков, чтобы это смотрелось как-то сладко-конфетно, не знаю, зефиристо, чтобы подобные наборы цветов были. Но, посмотрев очень много вариантов ткани, я поняла, что такие близкие оттенки из того материала, который я хотела бы видеть, я не найду. И поэтому, если собирать разные цвета, то это будет смотреться скорее ляписто. Так что мы с мужем решили остановиться на варианте один цвет для облаков и один для бортика внизу. Мне не хотелось брать чисто розовый, и наш с Ромой выбор пал на сиреневый и серый для основания. Эти цвета отлично впишутся в нашу спальню. Ткань эта веселая, в том плане, что у нее есть направление ворса и на ней можно рисовать пальцем. Я понимала, что это будут бесконечные следы на ткани, но я подумала, что те следы, что вечно будут на обивке, будут, возможно, придавать интересный вид облакам и делать их, там, не знаю, кучерявыми. Но, не знаю, посмотрим. На каждом облаке было очень важно верно расположить ткань, чтобы ворсинки разглаживались вниз. Дальше заправляю степлер и начинаю прибивать ткань снизу. Хотела перейти к обивке по контуру сверху, но вовремя поняла, что сначала же надо завернуть и прибить поролон, а потом уже ткань. Синтепон так приклеивается к поролону, прям сам цепляется за него. Увидев его в действии, я сразу поняла, зачем в мебели синтепон. Когда мы садимся на кресло, например, ткань двигается, и от таких частых движений поролон будет стираться со временем. А синтепон как раз выполняет роль подвижной прослойки. Ткань двигается по синтепону, а поролон остается целый. После можно было прибивать ткань. Почти каждый раз я все время смотрела, ровно ли получается натяжение, потому что мне было важно сделать это без лишних складок. Ткань не особо тянулась, поэтому вот это место у облаков было самым сложным. Обтянула и эти детали. Продолжение следует... Вечером у меня очень болели подушечки пальцев в довольно необычном месте. И я далеко не сразу поняла, что это было из-за того, что я все время натягивала этой рукой ткань. И как раз это и было вот так вот под углом, поэтому болело по бокам. У меня с одной стороны вызывало беспокойство вот это место, потому что ткань тут так разрезана, но в то же время, во-первых, оно перекроется другим облаком, а во-вторых, с лицевой стороны это все выглядит идеально. Я подумала, что стоит промазать клеем места непосредственно разреза в ткани, чтобы придать им больше прочности. На обтяжку этих трех деталей у меня ушел целый день от и до. Спасибо бабушке, что была с Василисой. Я не могла продолжить работу, потому что мне не хватало клея, поролона, и у меня закончились скобы. Я вбила тысячу штук. Так что давайте сделаем паузу на этом моменте, а я свой рассказ продолжу, когда доделаю кровать. Там дальше я почти на каждом этапе сталкивалась с тем, что мне чего-то не хватает. И в такие моменты я уже очень хочу на дачу, потому что там, в дедушкином гараже, кажется, есть абсолютно все. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.